Все проверяется, и второй точно такой же, но уже для запуска. Если на этом все работает, на этом тоже все работает. Все на этом работало, все сделали и запустили этот аппарат в космос. Но я вам о нем рассказал уже практически все. Что здесь сейчас? Сейчас здесь находятся сервера с базами данных. Профессиональные астрономы сейчас в телескоп не смотрят вообще. То есть телескоп наблюдает, данные отсылаются на сервер. Я из любой точки мира могу зайти на эту сервер, скачать себе данные и работать. Мне нет необходимости сидеть где-то там и проводить эксперименты. То есть наблюдение за меня делается автоматически. Ну а это, так скажем, для следующих проектов. Планируется дальше. Или проект Миллиметрон, который запустится на еще более далекую орбиту. Ну, посмотрим, что будет, то будет. Дальше вы можете видеть некое подобие радиотелескопа. Это наша попытка сделать радиотелескоп самыми малыми средствами. То есть любая у вас проволочка, специально подключенная, будет работать как диполь. Волна на нее приходит, там возбуждаются электрические токи. Вы этот электрический ток собираете, вот вам и сигнал. Обратно работают все радиолокаторы. Вы ток подаете, у вас излучается радиоволна. То есть обратно, а также верно. Так, а сейчас поднимут руки те, кто на обсерватории был. Здесь? Здесь нет. О, ребята, для вас действительно сюрприз. Ульяна, какие люди! Ученица нашего астрономического кружка. Я тебя буду сейчас спрашивать. Сейчас мы пойдем, а точнее вы его даже сразу увидите. Это вот именно тот радиотелескоп, из-за которого мы здесь. Именно в Пущино. Нам нужны были большие территории для больших радиотелескопов. И сейчас я вот просто встану там, а вы просто до меня дойдете. Давайте, пойдем. Вперед. Фотоаппарады готовы. Фотоаппарады готовы. может работать в нескольких диапазонах от 10 метров точнее от 2,5 до 10 метров это наш плюс это наш и минус в эти диапазоны прекрасно попадают частоты радиовещания я как вам уже там сказал, что нас ночью видно нас при этом еще и слышно в космосе то есть мы интенсивно излучаем в радиодиапазоне и при этом сильнее всего от этого страдаем мы потому что я не вижу никаких там пульсаров, никаких радиоисточников я вижу Тулу, я вижу Москву я вижу Грызловский аэропорт то есть все прекрасно ловится потому что все на этом у нас есть заверенные частоты, на которых мы можем увлекать но еще раз повторяю, диапазонные то есть в диапазоны попадают частоты радиовещания крестообразные ну тут думаю, наверное, объяснять не стоит это только одно крыло на полкилометра еще одно, вкопанное в землю к сожалению, телескоп вот именно это крыло не работает в 90-е годы людьми далекими от науки было разворовано на металл потому что количество меди здесь зашкаливает а в белых фермах, которые внизу мы к ним еще подойдем усилители, потому что сами себе представляете передать сигнал даже на полкилометра к детектору он у вас затухнет сразу же даже в меди это не оптика, да здесь идет сильное затухание сигнала поэтому стоят на каждой ферме усилители сигнал усиливается это действительно плюс радиоастрономии чем вы ближе к длинным волнам тем у вас сильнее волновые свойства света ближе к коротким, там уже корпускулярные корпускулы вы не усилите сигнал, волну, да, легко это у нас и реализовано поэтому ну и еще Парла Сагана, кто не читал? космос ну отлично, супер он говорит, что вообще радиоастрономия это наиболее важная наука почему? потому что если есть какая-то развитая цивилизация если она будет с нами контактировать на расстоянии единственное, что она будет использовать это радио почему? да потому что построить легко радиодиапазон самый низкоэнергетический энергия и информативность никак не связаны с открытием радиоастрономии мы узнали очень многое при этом количество радиоизлучения которое было принято всеми радиотелескопами на земле составляет, точнее, эквивалентно примерно энергии пяти падающих снежинок энергия ничтожна информация самая большая поэтому вы на них смотрите и первый вопрос, который мне задают они излучают ли они? они принимают им излучать невыгодно то есть они принимают и только на прием мы работаем никакого излучения излучение это потеря энергии мы должны принять всю энергию которая излучена космосом ну, даже если так он принимает то же самое что на вас каждый день сыпется в солнечной энергии вы получаете гораздо, гораздо больше к нему мы еще подойдем а сейчас пешеходная прогулочка до следующего радиотелескопа может в этом не заберял весит конструкция 400 тонн при этом стоимость на момент постройки этого инструмента этому инструменту иного одинакова количество металла там в разных образах выходит количество металла здесь в вопрос в чем, собственно, откуда вся эта стоимость точность не просто а точность поверхности это единственный телескоп который на момент создания и в следующие 15 лет мог работать в миллиметровом диапазоне длин волн таких течение 15 лет просто никто не мог произвести все за счет зеркала оно не адаптивное но на жесткий каркас прицеплен легкий лист металла поэтому при перекладывании зеркало в самом деле сделано из зеркало из обычного металла то есть здесь никаких интересных историй нет а вот основная часть и весь металл вот этих вот конструкций взяты с главного линейного корабля вот эта башня 300 миллиметрового орудия вот это прямая перекопка мечей ворала в то время было раздружение и конструкторы сказали у вас нижняя часть просто похожа на башню от пушки наши приехали на завод и забрали ее не на завод а на флот то есть вот и получается что перекопка мечей ворала то есть система которая раньше плавала и стреляла так эта группа уже уходит то есть мы можем потихонечку полигонечку посмотреть так скажем чем он собственно принимает это самый маленький радиотелескоп в мире меньше двадцати двух но это только солнечный радиотелескоп а так это самый маленький а вот такой вот основные объекты наблюдения вот для такой апертуры да у вас апертура это просто ваша чувствительность чем больше телескоп тем больше вы можете видеть он дкр видели до тысяча на 40 метров этот маленький до 22 метра у нас апертура диаметр то есть площадь порядка 300 это еще зависит и сильно от длины волны потому что то что видит телескоп это не то что видит глаз это очень разные вещи то есть радиосканирование оптическое сканирование это вещи разные то есть он принимает сигнал только объект попал в так называемую его диаграмму направленности все у нас посол пошел сигнальчик мы начали принимать пульсарчик там или или какой другой радиоисточник но вот нам для этого телескопа нужны очень сильные хотя на момент постройки никаких радиокарт по крайней мере в миллиметровых диапазонах волны не было поэтому ну как то надо было телескопу наводиться по крайней мере надо было понимать куда мы навелись вот там такое окошечко там стоял оптический телескоп сидел человечек который смотрите смотрел этот оптический телескопчик и говорил лево руля по право руля вверх вниз и таким образом производилась наведение телескопа вам наверное уже сказали то есть из десяти там дипломов на открытие три из них в нашей обсерватории которые выдавались советские годы эти три диплома на открытие все принес вот этот вот радиотелескоп вопрос можно да конечно сколько данных единицу времени принимает телескоп я имею ввиду не в дипломах а в мегабайтах хороший вопрос вот честно да он автоматизирован на компьютерную обработку все это пишется на диске еще раз усредненно за год я имею ввиду не в секунду а сложно проверять потому что сейчас проект работает чуть-чуть в другом ключе не работает непрерывно раз сейчас он не работает второе 80 они даже нет скорее 75 процентов времени это связь с радиоастроном вот вы помните фильм который я вам показывал да там два телескопа связывались такого не происходит в реальности наш спектр р он не может обработать сигнал он его сразу отсылает и отсылает не куда-либо а именно сюда именно здесь мы получаем сигнал вот именно от радиотелескопа то есть который в космосе тот что-то наблюдает и отсылать сразу к нам другой с ним телескоп не этот а какой-то другой также наблюдает этот объект а он ты уже может складировать жесткие диски обещается чуть ли не 10 гигабайт в день в сутки но зависит от плотности самого как сильно вы будете как много вы будете наблюдать то есть у меня файлы да но у меня диаграмма направленности в 3 на бса 3 минуты с чем то есть объект проходит и все зависит от того что я наблюдаю секундный пульсар и с каким разрешением будет меньше данных миллисекундный огромное количество пиков огромное количество информации уже файлы по гигабайт за три минуты за три с половиной вот где-то так так а да этот телескоп вот он именно сейчас на связь с радиоастроном то есть если идет какой-то эксианс он работает не идет телескоп стоит потому что то что он мог сделать на свое время он сделал сейчас его направление это либо самые яркие объекты либо мазеры вообще на тот момент никакой компьютерной обработки данная на момент создания пятьдесят девятый год это только вход вход телескоп вход вошел замоделировать его никак понять где находится фокус но только по расчетам надо как-то эту систему зафокусировать вообще как происходит то есть волна пришла отразилась от главного зеркала попала во вторичная вот там вот такой вот грибочек отразилась и пошла в фокус раньше фокус был сразу то есть только от первичного зеркала отразилась и сразу фокус надо было как-то эту систему зафокусировать и был у нас такой человек является почетным гражданином города пущина кузьмин аркадий дмитриевич он залез зацепился там будет привязать чуть ли не к поясу спустился и руками начал настраивать крича ну чё так нормально а так нормально и вот так вот он настроил этот радиотелескоп то есть я к чему клоню буквально создав но из того же металла которые везде да конструкция изящная не спорю то есть сама техника технология она на тот момент была передовой но люди делали чуть ли не на руках без каких-либо компьютеров алюминий да скорее 4 блямбочки это рупара в которой и завинчивается так скажем радиоизлучение каждый для своей длины волны у него две рабочих длины волны большая блямбочка это связь с радиоастроном то есть там стоит детектор радиоугол при этом одна поляризация другая поляризация это для тех кто понимает что это есть а весит он 400 тонн да но мы вас найдем если захотите вас быть при этом он как айсберг 5 метров еще внизу это моторные отсеки это усилители потому что система хоть и рабочая но когда она была сделана то есть очень очень давно помимо того что мы наблюдаем пульсары радиоисточники мазеры мы занимаемся мониторингом активности солнца но сейчас работа будет наверное чуть-чуть приостановлена потому что активность солнца упала а так магнитные бури вот это все мы прогнозируем не то что прогнозируем мы хотя бы наблюдаем то есть движение солнечного ветра вот это все вот и на те деньги да конечно это на самом деле то есть конструкция просто технологически так было надо сделать то есть чтобы держался чтобы можно было эти листы регулировать то есть это легкий лист да то есть надо бы чтобы он был точно в параболе это параболоид для тех кто даже понимает да как спутниковая тарелка почему вот после войны был пик в исследованиях по в области радиоастрономии вопрос не то что делали да мы их просто использовали многие радиоастрономические станции построены с использованием военных локаторов переделали систему тарелка осталась той же вот и все ничего не изменилось так ну надеюсь мы следующую группу не догоним сейчас до следующего радиотелескопа ионосфера ионосфера это что это слой плазма слой электромагнитной позитроны чтобы вам ее возбудить это вам надо сильную электромагнитную волну пустить ну порядка накачивать электроны не то что накачивать просто их колебать порядка 5-12 мегагерц а этот телескоп 111 это раз во вторых излучать он будет по главному меридиану но столько энергии надо чтобы выключить ионосферу так да то есть вообще о территории то есть сами представляете территория большущая и проектов на постройку еще дополнительных радиотелескоп можно бы сделать если бы у нас правительство благостно относилась к нашей науке да вообще к науке кто смотрит новости там это новая реорганизация это это страшно смотреть потому что они хотят все наши территории все наши инструменты забрать под свою отчетность то есть и я буду время просить не у комитета нашего да программного а у кого-то дядечки который будет так смотреть а вообще ваше это самое там стоит ли да то есть это вот такой способ чуть ли не урезать все фундаментальные исследования но мне вот хочется сказать людям самое фундаментальное исследование которое было проведено это исследование электричества при этом когда этим занимались на людей смотрели вот так да вы чё там с этим там бумажками там что трете магнитики там статику исследуйте это глупость это никому не пригодится ребята мы сейчас себя без электричества вообще сможем как-то вести все 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 в электричестве да то есть это вся наша жизнь фундаменталка она зачастую приводит к каким-то практическим исследованиям и потом это все выводится на практику на какие-то деньги банально берем берем радиотелескоп вот тот зависит сильно от помех мы разрабатываем алгоритмы чтобы как-то от этих помех избавиться в каждом у вас у каждого сотового телефона есть такой алгоритм он сам собственно борется с этими помехами где они были разработаны да в таких же не то есть то что мы хотели чтобы космос на блядь дядечки пришли посмотрели и кинули это вот это наша группа это это наша я к тому что практику да вот этот прямой выхлоп нельзя сразу почему нобелевки даются через 20 там лет через 15 потому что в фундаменталке сразу выхлопа не видно и то что мы сейчас исследуем пульсары какие-то какие-то радиоисточники кажется не нужно а потом ну впоследствии когда например нужна будет самая точная в мире навигация она по пульсарам очень легко делается самые точные в мире часы пульсар одна из самых стабильных астрономистов в мире это все лучше чем атомный да лучше чем атомный на многомерных масштабах да на масштабах большого количества времени он меньше врет то есть пульсарные стандарты вот такая система жесткая механическая которая ну практически ее никак нельзя хотя есть эффекты которые сбивают я к тому что любая наука какую не возьмите фундаменталка он занимается или практика в любом случае наука это в любом случае не займись мы наукой да а человечество так получилось пошло по технологической веке то есть мы могли заниматься полностью пчеловодом пожалуйста и не смотреть в небо жили бы мы от этого плохо не знаю потому что мы просто бы не понимали жили бы мы от этого плохо не жили это было бы наше да что же говорить о вот этом да раз уж там был поликлёд начну сразу о нём площадь 72 ой 7,2 гектара 7,2 тысячи метров квадратных самая большая площадь и до некоторого времени он был лидирующим по площади и естественно по чувствительности сейчас его переплюнул только лавовый фриквенский рей в Нидерландах так называемый лофар ну там ребята соорудили действительно мощную антенну ну и она действительно многое может ну ребята так это у нас год шестьдесят четвертый постройка это до сих пор работает да модернизировано да кое-что изменено до сих пор работает те же то же самое железо те же самые проволочки конструкция вообще стоила копейки она начинала строиться еще до того когда закончил ДКР то есть ДКР уже по последним заканчивался второй крест то есть точнее вторая часть антенн это было построено за копейки КПД которую он в итоге выдал уже давно перевалило за сотку потому что до сих пор наши сотрудники на нем работают огромная площадь при этом есть понятие геометрической площади да есть понятие эффективной площади то есть вот так вы видите мою руку да это полностью площадь я ее начинаю нагибать площадь руки не изменилась но вы уже видите меньше площадь так и тут объекты которые я наблюдаю там я наблюдаю хуже всего вот это основной телескоп для моей работы работает полностью автоматически единственное сидит оператор и смотрит все ли нормально поступают ли данные на серию и все такое то есть я вам сейчас здесь экскурсию веду у меня данные скабливаются я там куда-то ехал у меня данные скабливаются я с отпуска возвращаюсь у меня огромное количество данных то есть ну это скорее наверное уже к тому кладу что так мало у нас молодых сотрудников которые могут этим заниматься ну не идут наверное в науку за счет опять таки того что и государство не очень ее милеет ну и родители хотят чтобы сын занимался там или дочь чем-то более прибыльным а так наука в принципе мы можем уже подойти поближе тысячи они это что нет с на Продолжение следует... Мы не можем повернуть антенну чуть-чуть сюда и чуть-чуть сюда. Только так. Сканирование по склонению осуществляется путем введения электрических задержек. То есть от космического объекта приходит плоская волна. Это вы знаете, да? То есть вот у нас антенна. Вот если так, волна пришла, да, во все датчики одновременно. Это значит пришла с зенита. Вводим некие электрические задержки. И вот это осуществление мы поворачиваем. То есть вот она уже пришла так. И тут банальное распространение облома. Вот и все. И вот так же говорю. То есть самая малоэффективная площадь у нас. У горизонта максимальная в зените. В зенит, к сожалению, не смотрим. Потому что там объект вращается в диаграмме направленности постоянно. И если это пульсар или какой-то источник, то, во-первых, понять его положение невозможно. И диаграмма направленности, она имеет некую форму. То есть если вы попали точно в центр главного лепестка, вы приняли максимум излучения. А если чуть на край или чуть в другое место, вы уже принимаете меньше. Форма диаграмм направленности, кому это что-то скажет, синосукс на х квадрат. Диикс это у вас геометрическая площадь. Ну, одна сторона. Я просто к тому, что она имеет сложную форму. Вот вам нужно рисовать. Оп, и боковые лепестки. Боковые лепестки направлены в другие стороны. Вот в эти боковые лепестки может попасть излучение от самолета и излучение от другого яркого объекта. И в итоге я в главном что-то вижу, но мне в боковой лепесток светит то же самое солнце или та же самая гостя те. В этом и осложнение. То есть многие люди просто не понимают, как-то посмотреть в радиотереску. Вы не можете в него посмотреть. Вы можете зафиксировать сигнал. А так у вас поле зрения. Человек все думает, что оптический телескоп так же. Это поле зрения. А здесь это некая дифракционная решетка. Детям еще рано такое. В целом задача радиотерескопа это действительно задача распространения волны через дифракционную решетку. Он из плоского фронта вырезает узкую вот эту щель. То есть вот волновой фронт. Мы из него вырезаем щель. И потом уже впоследствии что-то с этим сигналом делаем. Так, по идее, тут сплошная физика. Поэтому одним предложением можете объяснить, что такое астрофизика. Вот кто... Ну что, вот что, нет, вот... Как отличить физика, астронома и астрофизика? В хрене стояло, не было деревьев. Был штат Косарей. Сами научные сотрудники брали, косили траву и отдавали в соседний совхоз. Получали денежки, молоко и еще чего-то. А сейчас он возится. И продается, скорее всего. А? Все-таки продается, не погибает. Нет, не погибает. Вот все скошено, можете посмотреть. Но куда это увозится и кому деньги в карман кобут, это я не скажу. Я этим не сгниваю. Нет, нет, не сгнивает. То есть это нормально. Так, ответ, ответ. Ну, есть физик. Чем он занимается? Понятное дело, что физикой. Есть астрофизик, он тоже должен заниматься астрофизикой. Но в итоге-то что? Что? Как различить? Да, астро и физика. Вот уже близко. То есть астрономия и физика. Физика звезд. Близко, близко. Ну и люди сейчас, я уверен, что образованы. О, еще лучше. Мы те же самые экспериментаторы, как и физики. Физики ставят эксперимент, проверяют, правильно это будет или неправильно. Подтвердилась все, теория верна, не подтвердилась, теория не верна, подлежит доработке. Что делают астрофизики? Они наблюдают Вселенную. Мы наблюдаем за экспериментами, которые ставит сама Вселенная. Мы не можем на них никак повлиять. Но физические условия, которыми наделены физические астрономические объекты, они уникальны. Магнитное поле на той же нейтронной звезде на 6 порядков превосходит то, что мы можем создать здесь. Это максимальное. Оно из вас все железо вытянет через кровь. Вот это магнитное поле. Там просто, там сама структура... Это магнитное поле? Нет, не здесь. А там, нейтронной звезды. А я думала, это на штрафах не страшно. Да что же вы, здесь вообще не страшно. Более того, над вами радиозеркало. То есть длина волны в 3 метра до вас вообще не доходит. Меньше доходит, а больше тоже отражается. Да, радио здесь не ловит. По крайней мере, именно на 111 МГц и выше. Да. Вот. Так, по идее, астрофизика как можно написать? Это человек, который наблюдает физические явления в объектах космоса. Вот так и мы все. То есть, да, мы только свет ловим. Но мы от этого света... То есть, то, что вы вот так вот наблюдаете, люди из этого столько всего сделают. И уже уточнили наше понимание Вселенной. Ребята, мы вначале думали, что у нас там кит, какие-то атланты, и это все. А как на деле оказалось? Согласен, сложнее, но, блин, интереснее. То есть, вся Вселенная, она в целом, она очень-очень сложная. Но при этом она обладает таким великолепием все-таки простоты. Потому что Вселенная штука ленивая. Она всегда идет по минимуму энергии. Ток идет только там, где сопротивление меньше. Тело будет падать так, как затратит меньше всего энергии. Почему звезды шарообразные? А, потому что у нас одинаковое состояние было. А, вот вы как. Самая большая площадь. Самая большая площадь в самом моментом объеме. Вот и все. То есть, это наиболее выгодное состояние. Будь наиболее выгодным состоянием куб, у нас все звезды были бы кубические. А если изменятся законы физики, я даже не представляю, что может случиться. Потому что поменяется все. Вы изменяете постоянную планку чуть-чуть или скорость света. И у вас уже все. Меняются все взаимодействия. Меняется вообще даже сама картина Вселенной. То есть, это некая хрупкая грань. Правильно сегодня сказал Владимир Алексеевич. Если это создал Бог, пускай. Классно сделал. Молодец, мужик, магет. Если он этого не создал, блин, ребята, это создалось само. Это вообще волшебно. И тогда мы здесь. Потому что мы пока единственная развитая цивилизация. Не будь нас, Вселенную, по идее, пока, да? Некому было бы наблюдать. А мы можем ее наблюдать. И по идее, нам надо рваться туда, а не биться здесь в кровь за клочок земли. Вот там наша цель. Ну, это пока мое мнение. Так, вернемся к нашим ДКР. Спросили, да, можно ли трогать. Я сказал, можно, но вот так вот не прикрывая цепочку. Почему? Вот эти вот прозрачные штучки, называются изоляторы, изготавливаются только для нашей антенны. Делаются, вообще ставятся для того, чтобы система не соединялась механически здесь, а соединялась электрически там. Сейчас они все заменены, новенькие, блестящие. Вот такой вам сложно будет сломать. За год, что с ними становится? То есть, вопрос, почему, из-за чего? Солнце. Вы первая группа, которая сразу ответила на этот вопрос. Ультрафиолетом все выжигается. Вот, пожалуйста. Полностью разрушена кристальная структурная решетка. В это вот здание приходит как раз информация. Скобеле от БСА, большая сканирующая антенна, я, к сожалению, забыл название расшифровать, или Синфазная. То есть, это уже кому как нравится, оба варианта приемлемы. Из ДКР. То есть, про БСА я вам все рассказал. Уникальный телескоп, огромный, большая площадь, очень чувствительный, супер. Про ДКР рассказал не так много. Но там уже упомянул, что он у нас самый зависимый от помех. То есть, он видит все, кроме объекта. И на нем сейчас отрабатываются алгоритмы борьбы с ними. И если уж будут они работать на нем, то они и на БСА, и на РТ будут работать. То есть, мы будем свободны от помех. Ну, обработка это, благо, позволяет. Возник вопрос, да, то есть, синхронно все это двигается, как же так? Когда только на момент постройки это все было сделано, Система называется Крест Милса. Сам Милс сюда приезжал и восхитился русским масштабом. И все спрашивали, а покажите нам пульт управления. И наши сотрудники его не показывали. Ну, что там, смотри, там ничего интересного. Не, ну, покажите, покажите. Правда, что у вас один человек одновременно двигает 37 двигателей? Ну, наши сотрудники улыбались, а между прочим, так и было. То есть, 37 рычажков, и каждым двигателем он управлял. То есть, вот такая вот автоматика, да, то есть, хоп-хоп-хоп, все пошел, все двигатели пошли. Детекторы асинхрона были, да, но, согласитесь, это было сложно. Только после автоматизации, компьютеризации это все теперь запрограммировано, и все. Сейчас это производится в автоматическом режиме. А раньше руками, опять-таки, делалось это все руками, делались открытия этими же руками. То есть, вот такие вот уникальные были наши сотрудники. Так, ну, ко второй половине не пойдем, то есть, просто поверьте, там просто на нее смотреть вообще неинтересно. Еще один километр, то есть, полкилометра туда, полкилометра туда, вкопано. Землю наблюдает только этот главный меридиан, то есть, тот, где объекты пульминируют, то есть, полностью его вырезают. И вот в нее уже, путем тех же введения электрических держек, мы сначала наводим ее, потом уже этот, точнее, как раньше так делали. Сейчас у нас только одна антенна. Этот телескоп был силен именно интерферометрией. А сейчас, ну, я не знаю, на моей оценке он потерял 75% своей эффективности. То есть, у нас просто одна антенна. Еще она и зависима от помех. Ну, не очень хорошо. Если у нас будут деньги, мы его восстанавливать, к сожалению, не будем. Хотя, ну, не знаю, система себя не оправдала. Мы лучше построим какую-нибудь новую. Вот, пожалуйста, замечательная система, говорю, КПД огромен. Ее будем модернизировать, ее улучшить, что и собираемся сделать. Уже почти сделали, можно так сказать. То есть, будут новые исследования, будут новые открытия. То есть, несмотря на все попытки нашего государства на уху смять, мы продолжаем расти хоть как-то, хоть на собственных дрожжах. Вот. А закончить экскурсию хочу чуть-чуть ненаучным, так сказать, рассказом. К нашему сотруднику, как-то, приехал тоже на экскурсию в литературный кружок. И он им говорит, ребята, он такой человек, он любит физику, побольше физики в свои рассказы вкладывать. Вот. Ребята, как вы меня будете понимать? Я вам сейчас про диаграмму направленности буду говорить, про преобразование Фурье. А вы же ничего этого не знаете. Вообще, почему мы сюда приехали? Как оказывается, был такой, да и есть, режиссер Бандерчук, снявший «Войну и мир». И ему нужен был мелодия, которая вот навевала трагичность. Вся была такая атмосферная. Прямо вот. И у всех он спрашивал, точнее всех композиторов пытался допросить, чтобы они ему это все сделали. Но, увы, никто ничего не мог ему такого предоставить. Тогда ему друг сказал, знаешь, под Серыховым, под Серыховым, есть радиообсерватория. И вот там есть телескоп, который зимой поет. Вообще, что получается? Зимой струнки подмерзают. Ветер, гуляя в них, создает натушный пул, который реально наваляет такую тоску. И в фильме, если вы будете смотреть, когда Балконский падает с коня и обзирает поле сражения, слышится пение ДКР. Это, к сожалению, сейчас уже нереально... Ну, мы ослабили струнки, почему? Потому что пение, это что? Это колебания, да? Механические колебания, близкие к резонансу. Возникали резонансы, струнки лопались. То есть, блин, извините меня, мы, конечно, рады, что у нас такой снов. Но мы лучше струнки ослабим, чтобы у нас не было резонанса, чтобы нам не было заменять. А так вот, маленький вклад в литературу, в киноэкопею, так скажем, вот такого телескопа. Мы показали вам три радиотелескопа, рассказали все. Ну, а ночью, там, вечером будем показывать небо.